Продолжение следует... 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 Шатха-хутам-я-муха-иджья-нам-абхи. Намай-тадха-читана-я-бахи-шкри-те. Намай-тадха-читана-я-шкри-те. Хуташане-парамахам-си-апаеву. Хуташане-парамахам-си-апаеву. Пословный перевод. Ашнан-ти-ест. Анан-та-х. Верховная Личность Бога. Кхал-у. Тем не менее. Таттва-кови-да-их. Те, кто познал абсолютную истину. Шратха-х. Вера. Хутам. Совершая огненное жертвоприношение. Ят-мукхе. Чи-уста. Иджья-нам-абхи. Разными именами полубогов. На. Никогда не. Ваи. Несомненно. Таттха. Насколько. Четаная. Жизненной силой. Бахи и крите. Бахи и крите. Лишенный. Лишенный. Хута ашане. Хута ашане. В огненном жертвоприношении. В огненном жертвоприношении. Парамахамся. От преданных Парьягух Никогда не уходит Перевод и комментарий его божественной милости Абайчара Наравинна Бхакти Веданта С вами Шила Прохопада Кейджа Верховная личность бога Ананта Съедает то, что приносится на огонь жертвоприношений И предлагается различным полубогам Однако с гораздо большим удовольствием Господь принимает подношение не через огонь А через уста ученых, мудрецов и преданных Так как в этом случае он не расстается со своими преданными Комментарий В соответствии с предписаниями Вед Огненное жертвоприношение проводится для того Чтобы через посредства различных полубогов Предложить пищу Верховной личности бога При проведении огненного жертвоприношения Произносятся мантры, содержащие слово сваха Например, индрая сваха или адитяя сваха Эти мантры произносятся для того, чтобы доставить удовольствие полубогам Таким как индрая и адитяя Удовлетворить Верховную личность бога И удовлетворить Верховную личность бога Поскольку сам Господь говорит Меня нет ни на Вайкунхе, ни в сердцах йогов Но я всегда нахожусь там, где преданные прославляют мои деяния Иначе говоря, Верховная личность бога никогда не покидает общество своих преданных Огонь не одушевлен Но преданные браманы являются живыми представителями Верховного Господа Поэтому накормить браманов и вайшнавов Значит накормить самого Господа Стало быть, вместо того, чтобы совершать огненное жертвоприношение Следует предлагать еду браманам и вайшнавам Так как этот метод более эффективен, чем огненные яги Об этом свидетельствует случай жизни Адвайты Прабу Закончив поминальный обряд по своему отцу Шрадху Он первым позвал Харидас Тхакура и стал угощать его По традиции, после проведения Шрадхи следует угостить благородного брамана Но Адвайта Ачария сначала предложил еду Харидас Тхакуру Который родился в мусульманской семье Когда Харидас Тхакур спросил Адвайту Ачарию Зачем он рискует своим положением в обществе браманов Угощая первым человека низкого происхождения Адвайта Прабу сказал, что угостить Харидас Тхакура Равноценно тому, чтобы накормить миллионы самых благородных браманов Он готов был обсудить это с любым сведущим в Писании браманам И неопровержимо доказать, что предлагая еду чистому преданному Такому, как Харидас Тхакур Он получает то же благо, которое получил бы, если бы накормил тысячи браманов Человек, совершающий ягьи, приносит свои подношения жертвенному огню Но если он будет предлагать те же подношения вайшнавам Это принесет ему гораздо больше пользы О Магьян Тимиранда Сьягьянанджана Шалакая Чакшурунмилитамьянатасма Шигураве намаха Шичайтаньяманобиштам стапитамьянабутале Сваямрупа кадамагьям дадатисвападантикам Вандехам Шигурок Шиютападакамалам Шигурун вайшнавамшча Ширупам саграджатам сахаганарагунатам витамтам садживам Садвайтам савадхутам париджанасахитам Кришна чайтанья девам Шри Радха Кришна падам сахаганалалита Шивишакам витамча Хей Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радаканта Намастуте Тапта Канчана Гавранге Радхе Вриндаване Швари Вриша Бхану Суте Деви Пранамами Харипри Ванча Калпата Рупьяшча Крипасин Дубья Эвача Патита Нам Паваны Бьё Вайшнавы Бьё Наму Джайши Кришна чайтанья Прабу Ницьянанда Шиятдвайта Гадатхар Шивасли Гора Бхакта Вринда Гори Кришна Гори 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 Г Харе Кришна, дорогие предные, я хотел бы перед тем, как начнется лекция, попросить смиренно Ваши благословения, потому что, чтобы Кришна Кадха проявилась, и я хотел бы попросить, чтобы сделали это как можно более серьезно и искренне, потому что осквернение у меня очень сильное, поэтому надо... Спасибо. Этот стих, он раскрывает на самом деле секрет духовной жизни, и чтобы его понять, мы должны приложить усилия, и сейчас вот в мире очень много негатива, критики, очень неудовлетворенность растет, и многие люди пытаются как-то найти выход из этого положения, занимаются какими-то практиками, техниками, много встречается людей на улице, которые говорят, что им надоел уже негатив, хочется что-то позитивного, они в поиске. И есть разные техники, есть духовные практики. Я как-то слышал, что есть такая практика, реально работающая, но это не значит, что ее нужно применять, но вот она как бы работает. Говорят, нужно просто в интернете, полчаса в интернете нужно просто все изображения, которые ты видишь, нужно как бы отмечать позитивные изображения, и просто как бы отмечать в своем сознании, и делать акцент на них. Он говорит, полчаса в день такая практика дает очень позитивный результат. Можно заниматься разными практиками, очень много всяких практик, техник, но в итоге можно все равно прийти к чувству тому, что что-то не хватает, что-то как бы есть еще, что это неполное знание. Все равно неудовлетворенность, она будет присутствовать в какой-то степени. Можно как бы искусственно натягивать позитив внутри, но не поняв этой глубинной причины, откуда он берется, из-за чего в этом мире столько негатива, мы не сможем обрести глубинное удовлетворение и счастье. И на самом деле корень, вы наверняка знаете этот корень, это зависть, да? Изначальная зависть к Богу, говорится, что мы попали в этот мир, позавидовав Богу. И это сложная тема, непонятно, как это происходит в духовном мире, но это медицинский факт, что мы здесь, и она у нас есть. И как бы с этим никуда уже не денешься. И мы должны решать эту проблему. И духовные учителя и священные писания, они рассказывают, как это нужно сделать. На самом деле не нужно недооценивать серьезность этих материальных, как бы материального осквернения, которое присутствует в нашем сердце. Духовная практика, она очень сильна и она очень могущественна. Она сможет выгнать все это из нашего сердца. Но, говорится, параллельно мы должны работать над своими мотивами, потому что если мы совершаем духовную практику не с чистыми мотивами, эффект будет очень слабый. Можно заметить, что осквернение, оно будет сильнее даже, чем очищение. То есть в процессе практики можно так же быстрее оскверняться, нежели очищаться. И поэтому многие вещи в нашем движении, духовные учителя и опытные вайшнавы, они предусматривают это и дают нам возможность эффективно продвигаться на этом пути. Потому что святое имя, оно очень могущественное, и оно способно избавить от всех проблем. Но дело в том, что в нашем сердце очень сильно осквернение материальное. И поэтому, воспевая святое имя, мы совершаем много оскорблений. И, то есть, формально, посвящение, в принципе, например, посвящение у духовного учителя, оно, в принципе, не нужно для духовного прогресса. И святое имя, оно не зависит ни от чего, даже от этого. Но почему мы принимаем посвящение, почему мы следуем саду на бахте, почему мы сразу не отправляемся в какие-то высшие сферы духовные? Именно по этой причине. Потому что наше осквернение очень сильное в этом материальном мире, и духовный путь, он очень сложен. Поэтому нужен опытный наставник и руководитель, духовный учитель, который будет нас вести и который обезопасит нас в итоге. от всех трудностей. И я хотел бы описать, насколько сильно это осквернение зависти в нашем сердце. Вы, например, можете вспомнить, что Господь Чайтанья, после того, как Он ушел, возникло очень много разных аппасампорда и отклонений. И это признак того, что люди начали относиться к учению очень поверхностно, очень не понимая ценности и не понимая всей глубины того, как нужно ему следовать. И в итоге это движение, оно начало деградировать в Индии. И можно заметить, что возникло очень много отклонений. И причина этих отклонений, она именно заключается в том, что у людей сохраняется это осквернение внутри, в сердце, сильная зависть. И люди, они хотят попасть в высшие сферы, не преодолев это осквернение внутри сердца. Сахаджи, она корень этой проблемы, это прежде всего оскорбление, говорится. То есть непосредственно к Сахаджи приводит оскорбление вайшнавов. Как говорится, вайшнава-парадха, она приводится к Сахаджи. И можно заметить, что люди, которые практикуют Сахаджи, они не ценят тот опыт, который дают предыдущие вайшнавы, предыдущие святые, которые показывают своим опытом, как нужно следовать духовной жизни. Они пренебрегают этим опытом, отказываются от него и начинают просто следовать каким-то своим собственным. Ну, как бы они говорят, что я уже из сердца получаю всё знание, мне уже не нужно смотреть на опыт. И, кстати говоря, от кого пошли все эти Сахаджийские секты, это был один вайшнав, он был чистым предным, он был на уровне бхавы находился. Говорится, вы наверняка слышали эту историю, когда на одной из лекций он оскорбил одну преданную, которая во время лекции воспевала святое имя. Она во время лекции воспевала святое имя, не могла остановиться, и он, ну, как бы разгневался и таким образом оскорбил её. И, говорится, после этого он очень сильно пал, и он полностью деградировал, и вот он начал проповедовать после этого вот это учение с Сахаджийское, ну, что, вот, как бы, он очень много, много очень, у него было последователей, он был такой могущественный человек, он такая могущественная личность была. Вот, и также много историй, связанных с тем, как проявляется зависть. Например, у Бхактивинот Хакура было очень много последователей, да, и многие следовали его наставлениям. Но по-настоящему, по-настоящему смог понять его только один его последователь, это Бхактитан Сарасвати Хакура, который непосредственно продолжил это движение. Но у него были тысячи последователей, говорится, очень, которые рьяно отстаивали его наставления, его учения, но они куда-то ушли, куда-то делись, да. И что происходит? На самом деле, говорится, что Бхактитан Сарасвати Хакура, его очень многие осуждали за то, что он не следует наставлениям Бхактивинот Хакура. Он, например, начал строить храмы повсюду в Индии. А Бхактивинот Хакура, он говорил, что не нужно строить храмы. И его обвиняли в том, что он отступник, что он еретик. И очень много было критики в его адрес. Но Бхактитан Сарасвати Хакура, он понял дух, истинный дух, истинное настроение Бхактивинот Хакура. Он по-настоящему понял то, чего хочет Бхактивинот Хакура, потому что можно следовать наставлениям духовного учителя. Зависть, она проявляется в грубой форме и в тонкой форме. В грубой форме она проявляется, как желание соперничать с человеком. Но более актуально для нас – это тонкая форма. В тонкой форме это проявляется, как желание подражать, имитировать, то есть следовать внешней какой-то форме, при этом не погружаться в какую-то глубину. Например, мы пытаемся что-то получить от человека, мы хотим просто получить от него что-то ценное для нас, но при этом мы не хотим развивать личностных отношений с этим человеком. Мы не хотим его понять, мы не хотим его почувствовать, его глубинную природу, его сущность, его настроение, его дух. И таким образом, это еще, как говорится, есть такая фраза, можно прийти в сознание Кришны, точнее, можно с помощью сознания Кришны никогда не быть в сознании Кришны. Это вот как раз об этом говорит, что мы можем как бы следовать всем наставлениям, всем как бы словам духовных учителей, но при этом внутри мы можем не предаваться, внутри мы можем сохранять какое-то осквернение, вот это вот желание собственного, как бы собственной выгоды. Это тонкая такая вещь, и это нужно отслеживать. это проявляется в такой форме, и, например, еще такой случай, вот Гауракишор Дасбабаджи, это учитель Бакистана Страсвадиста Кура, он дал ему три наставления. Он ему дал наставление, никогда не езди в Калькутту, никогда не общайся ни с кем и никогда не принимай учеников. Он ему дал три таких наставления. И Бакистана Страсвадиста Кура, когда спрашивали об этом, он объяснял, у него спрашивали, вот как бы как это объяснить. И он говорил, что на самом деле я никогда не езжу в Калькутту, потому что я езжу не в Калькутту, я езжу в Гаудио-Матх. Он говорит, я ни с кем не общаюсь, хотя он там ездил, постоянно общался с высшими представителями, то есть с элитой общества, со многими людьми он общался. Он говорит, он говорит, я ни с кем не общаюсь, потому что общение, это значит, когда ты берешь что-то от другого. Я ничего не беру, мне ничего от других не нужно, я просто даю, я только даю им. И у него было тысячи последователей, тысячи учеников, при этом как это согласовывается с наставлением не принимать учеников. Он говорил, что на самом деле вы все не мои ученики, вы все мои учителя, он так говорил, потому что я у всех вас учусь, я не воспринимаю вас как учеников. И вот это внутреннее настроение, вот это внутренний дух чистого предного, он не следует внешним каким-то вещам, внешним формам, он пытается проникнуть в суть, в дух, настроение духовного учителя. И это главный секрет, как можно понять слова духовного учителя, чтобы не быть поверхностным человеком. на самом деле нужно разобраться в корне проблемы, корень проблемы это невежество, говорится, это непонимание нашей самбанхи, нашего положения изначального. и что происходит вначале, душа, как она попадает в этот мир? Говорится, мы, Господь спрашивает три раза у души, говорится, действительно ли ты хочешь туда, в материальный мир? Описывается, что душа изъявляет желание побыть, почувствовать, что там, что происходит в материальном мире. она не знает, как бы, что там происходит еще, но она хочет почувствовать себя независимым. Даже есть такая история про это один писатель немецкий, он описывает тоже падение души, он рассказывает о том, что душа, она обращается к Богу, в какой-то момент она говорит, что, вот, посмотри, я настолько же красивая, как и ты, я настолько же могущественная, как и ты, у меня все, в принципе, то же самое, как и у тебя, ну, потому что Господь, Он создает душу по образу, подобию своему, она наделена большим могуществом, могуществом в духовном мире, и она практически неотличима от Бога, и душа, она спрашивает, а вот, ну, если, почему, тем не менее, как бы, вот, ну, ты главный, да, все тебе принадлежит, от тебя все зависит, может быть, разделим пополам сферы влияния, давай вот, это будет моя сфера влияния, а это будет твоя сфера влияния, и таким образом, Господь, Он создает материальный мир, чтобы душа, она могла, ну, это, может быть, спекуляция, может быть, и так не происходит, но есть такое описание, то есть, материальные, материальной литературе есть, как бы, такое описание падения души, вот, ну, как-то оно согласуется в том, что, как-то мы позавидовали, да, вот, непонятно, как это происходит, но что-то произошло, и таким образом душа, она падает в материальный мир, и материальный мир, он изначально создается совершенным образом, какие-то трудности, и какие-то сложности возникают в этом мире, на самом деле, просто потому, что мы не хотим следовать изначальному закону, тем правилам и предписаниям, которые даются для нас, потому, что Господь, на самом деле, у Него есть Его главное желание, как вы думаете, какое самое главное желание Бога? Да, сокровенное желание, ну, ну, да, да, вот, наслаждаться общением с нами, но Бог, Он не эгоистичное живое существо, да, это не то, что Он там хочет наслаждаться, чем-то там, за счет других, то есть, Он не такое живое существо, ну, иногда можно так подумать, Он верховный наслаждающийся, Он тут вообще наслаждается по полной, а мы тут страдаем, но это не так, Он, на самом деле, вот, я просто анализировал, и, ну, это как бы мое размышление, я, и на опыте это видно, что, ну, одно из самых главных желаний Бога, это просто, чтобы другие были счастливы, чтобы мы, Его частички, были счастливы, потому, потому что, смотрите, Он ведь, на самом деле, исполняет все наши желания, Он, говорится в Бхагаватам, что Он испокон веков исполняет желания каждого, даже несмотря на то, что душа отвернулась от Него, и, ну, полностью игнорирует Его, она не обращает на Него внимания, тем не менее, Он, не ожидая ничего взамен, Он продолжает исполнять все наши желания, и, говорится, мы, ну, можно заметить, мы сами не знаем, чего хотим, да, иногда, то есть, сложно разобраться в своих желаниях, очень много всяких у нас желаний возникает, но, как можно понять, какие желания Бог исполняет? Говорится, Он не исполняет такие желания, знаете, просто какие-то капризы там наши, да, Он не эти желания исполняет, Он исполняет желания именно внутри, именно на уровне потребности нашей, что нам нужно, именно вот, в чем мы нуждаемся, такие устойчивые мысли-формы, с глубокими эмоциями, и очень продолжительное время, время, это, есть такой фильм «Секрет», знаете, да, наверное, смотрели, там говорится, очень тоже подробно рассматривается тема желаний, и, ну, там говорится о том, что, ну, я не буду говорить о том, что там говорится, просто, есть, как бы, много материалистичных практик, и люди, на самом деле, они знают об этом, вот, но они не знают простой вещи о том, кто исполняет эти желания, они не знают, они знают, что кто-то исполняет, там интересная такая вещь говорится, что, этот мир, эта вселенная, подобно Джину, лампы, вы просто должны ее потереть, и, вылезает такой Джин и говорит, слушаюсь и повинуюсь, вот, вселенная, она вот, как бы, подобно этому Джину, она, типа, вот, перед, Перед нами встает и говорит Слушаюсь и повинуюсь И Господь, на самом деле, он так вот Перед душой он становится И говорит, слушаюсь и повинуюсь Что ты хочешь И он исполняется Но причина страданий в этом мире Многие обвиняют Бога Почему он создал страдания Но Бог, он не создал страдания Страдания приходят из-за того, что мы Из-за нашего невежества Из-за наших ошибок приходят страдания Изначально Господь создал райские планеты Господь Брама, что он разве страдал Он высшее живое существо Он, в принципе, был выше этих материальных страданий Можно также в Бхагаватам прочитать Что на райских планетах там нет страданий практически Там люди не болеют, не стареют Но здесь, в этом мире Мы деградируем Мы сами деградировали И говорится, мы запутались в своих желаниях Мы запутались в своих желаниях И поэтому мы страдаем Из-за того, что мы Сами вот этот клубок Закрутили И мы уже не можем его раскрутить Все, мы как бы застряли В этом кармическом клубке Такое, знаете, как Когда запутывается что-то Веревка там или леска Запутывается и уже не распутаешь Ее нужно уже что-то с ней сделать Просто разорвать Как-то И знаете Такая аналогия Господь Чайтаня Вот он приходит И дает нам самое высшее знание Он как бы идет ва-банк Он идет Он просто или пан, или пропал Он дает нам самое чистое предное служение Вот И он говорит, что Ничего вам уже не поможет Ни варнаша Мадхарма Ни гуна благости Ни постепенный процесс Он не работает в Кали-югу Он То есть здесь очень сильно Все осквернено Вы начинаете как бы заниматься Чем-то хорошим Но Как говорил Черномырдин Хотели как лучше А получилось как всегда Мы хотим Мы что-то стараемся Делаем что-то Каждый человек хочет стать лучше Чище Да Там Каждый там Метро Мы уступаем там Место бабушке Да Мы хотим быть лучше Мы хотим быть чище Каждый этого хочет Но Почему Восыны не там Да Мы не развиваемся Мы все равно деградируем По одной причине Потому что мы Не понимаем Главной сути Всех Жертвоприношений Ибо Ибо Вадгите В четвертой главе Господь Он подробно Описывает Суть и смысл Жертвоприношений Потому что люди Они Могут Совершать Говорится Разные Жертвоприношения Совершать Благочестивые поступки Но Почему Неудовлетворенность Она остается Счастье Не приходит Потому что Нужно понять Что Главный объект Жертвоприношений Это Господь И Только доставляя Удовольствие Господу Мы можем Почувствовать Настоящее счастье То есть Жертвоприношение Говорится Совершаемое Ради материального Ради материального Прогресса Какого-то Оно не приносит Счастья То есть Это Остается Материальной Деятельностью Но Если мы Совершаем Жертвоприношение С целью Духовного Прогресса Духовного Самоосознания Тогда Это Жертвоприношение Является Совершенным И Люди Они не понимают Этого секрета Простого То что Нам нужно Все делать Для духовного Самосовершенствования Это Единственная Цель Человеческой Жизни В Кали-Югу Особенно Это Явно Видно Потому что В другие юги Можно было Как-то Постепенно Все это Делать И Здесь Осквернение Сразу Заметно Сразу Можно почувствовать Осквернение В сердце Его Можно почувствовать По глубокой Неудовлетворенности И страданиям Которые мы Испытываем Это признак Просто Осквернение Вот И Господь Он приносит Такое Бескомпромиссное Знание О чистом Преданном Служении Которое мы Должны Усвоить И Духовная Практика Она Говорит Что Желания Желания Они очень Могущественны Они могут Как возвысить Человека Так же Они могут Его Полностью Полностью Уничтожить Да Полностью Нас Привести То есть Разрушить Душу Полностью Могут Разрушить Душу И Духовная Практика Она Устроена Так Что Она Говорит О том Как мы Должны Которые мы должны Культивировать В своем Сознании Первое Желание Души Это Всегда Доставлять Удовольствие Богу Все делать Для его Удовольствия И Это Желание Желание В Духовном Мире Оно Оскверняется В этом Материальном Мире И принимает Форму Кармы Мы знаем Что Карма Она Характеризуется Тем Что человек Хочет удовлетворять Свои желания Свои чувства Это 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 Изначальное Желание Души Доставлять Удовольствие Богу Оно Преобразуется В этом Материальном Мире Оскверняется И превращается В это Желание Второе Желание Это Быть Всегда Ну Испытывать Близость К Богу Желание Приблизиться К Нему Быть Его Другом Ну Ощущать Что Он Рядом У Души Говорится Вот Есть Такое Желание В Духовном Мире И Оно Преобразуется В материальном Мире Вот Это Желание Власти Все Знать То есть Раствориться В Боге Да Вот Это Гьяна Гьяна Она Это Говорится Оскверненная Вот это Желание Изначально И Третье Желание Это Желание Обладать Богом И Желание Принадлежать Богу Полностью Без остатка То есть Знаете Душа Она хочет Полностью Ну Чтобы Бог Был только Моим И никем Другим И В духовном Мире Это Возможно Но В материальном Мире Это Преобразуется В желание Йоги Да Йога Она Также Характеризуется Сахаджи Да Это Когда Человек Не Имея Должной Квалификации Он Пытается Ну Как бы Обрести Бога Ну Что Бог Он Уже Мой Что Я Уже Им Обладаю Как бы Мне Уже Не Нужно Очищаться Как-то Работать Над Собой Это Желание Йоги Мистических Совершенств Эти Три Изначальных Желания Мы Должны Культивировать В себе Вот И Что Еще Хотел Сказать Что На самом деле Можно Заметить В этом Мире Что Мы Все Ищем Любви Мы Все Ищем Совершенных Отношений Идеальных Отношений Мы Все Хотим Развиваться В этом Направлении Мы Смотрим Фильмы Да Там Где Нам Нравятся Фильмы Про Любовь Где Другой Может Пожертвовать Всем Ради Другого Да В Старости Например Человек Он Может Жить Для Себя Да Уже Наслаждаться Жизнью Но Все равно Он Заводит Там Домашних Животных Он Начинает Заводиться Он Хочет Что То Отдавать Ну Это На самом деле Признак Души Вот Все Вот Эти Вещи Все Эти Проявления Это Признак Души Можно Пронаблюдать Как На Подсознательном Уровне Мы Ищем Это Совершенство Ищем Этот Идеал Например Люди Создают Культ Личности Или Создают Себя Идолов Люди Поклоняются Актерам Сильным Мира Всего Они Пытаются Найти Совершенную Личность Они Хотят Они Оправдывают Они Оправдывают Лож Если Она Приятна Для Меня И Они Не Принимают Правду Если Она Приносит Страдания Какие-то То Это Внутреннее Ум Ум Он Не Хочет Он Как бы Нас Отводит От Бога Он Пытается Здесь Найти Это Совершенство В этом мире И он Таким Образом Он Ищет Неправильный Объект И поэтому Он Страдает Он Пытается Направить Как бы Устремление Поиски Но Объект Неправильный Объект Не тот Потому Что По-настоящему Совершенная Личность Только Одна Это Бог Совершенные Отношения Они Возможны Только С Ним Идеальные Отношения Они Невозможны В этом мире Без Бога И Мы Все Это Ищем Но При Этом Мы Пытаемся Найти Это Здесь В материальном мире Но Это Обречено Как бы На неуспех Это Медицинский Факт С этим Не поспоришь Можно Много Пытаться Да Можно Много Пытаться Быть Счастливым В этом мире Независимо От Бога Но Как Говорится Приехали То То есть Уже Бога Не Изменишь Бога Не Исправишь Мы Пытаемся Исправить Бога Думаем Что Вот Может Он Делает Все Так Но Бог Он Изначальный Он Первопричина Всего Он Неизменный Говорится Бог Он Неизменный Его Не Поменяешь Он Такой Как Он Есть И Мы Должны Не Просто Принять Его Таким Как Он Есть Мы Должны Еще Полюбить Его Нам Должны Понравиться То Каким Он Является Мы Должны Понять Насколько Господь Прекрасен Насколько Он Любящий И Мы Должны Постоянно Свой Разум Направлять На Это И Что я Хотел Сказать Что Господь Он Напоследок Что Господь Он Посылает Нам В этот Мир Духовного Учителя Для того Чтобы Начали Тренироваться В этих Лишенных Всякого Эгоизма Отношениях Потому Что Любовь Невозможно Любить Абстрактно Многие Говорят Я люблю Я люблю Бога Но при этом Ничего не Меняют Своей жизни Они Не готовы Ничем Жертвовать Ничто Не происходит Но Любовь Она Основана На Жертве Знаете Когда Говорится Самая Сильная Привязанность В этом Мире Это У Матери К Ребенку А почему Именно Такая Привязанность Как вы Думаете Да 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 Именно Когда мы Жертвуем Очень Много У нас Рождается Очень Сильная Привязанность К этому Человеку И Поэтому Мать Испытывает Даже Сильнее Привязанность К своему Сыну Чем Например Ребенок Может Не испытывать Даже Привязанности К такой К матери Знаете Мать Может Даже Пожертвовать Своей жизнью Ради Ребенка Это Очень Сильная Привязанность Но Ребенок Он Может Не Испытывать Такую Привязанность Потому Что Он Не Совершал Такие Жертвы Вот И Мы Время Неумолимо Заканчивается И Что Я Хотел Сказать Что Нужно Служить Духовному Учителю И Понимать Что Будут Испытания Будут Трудности Без Этого Невозможно Но Нужно Понять Что Эти Испытания И Трудности Они Не Для Того Чтобы Причинить Нам Боли Или Причинить Страдания Унизить Нас Это Нужно Чтобы Очиститься Мы Должны Это Твердо Понять Что Мы Очень Сильно Осквернены Не Нужно Оценивать Силу Зависти Материального Осквернения Мы И Духовный Учитель Он Проявляет Таким Образом Заботу Что Он Он Дает Нам Испытания Трудности И Кришна Проявляет Таким Образом Заботу Потому Что Если Мы Попадем В Духовные Сферы Раньше Времени Раньше Времени То Мы Можем Совершить Очень Много Оскорблений И Совершив Оскорблений Мы Пойдем Еще Ниже Поэтому Это Огромная Забота Что Кришна Нас Очищает И Нужно Не Бояться Пускай Мы Лучше Подольше Поочищаемся Нежели Раньше Времени Мы Попадем Туда Куда Мы Потом Просто Совершаем Оскорблений И Причину Трудностей Почему Это Приходит Трудности Они Не Сами По Себе Нужны Не То Что Господь Посылает Нам Боль Какую Нет Они Нужны Просто Чтобы Мы Развили Правильное Отношение В этом мире Не Просто Преодолевать Эти Трудности Не В этом Суть Трудности Суть Трудности В том Чтобы Очистить Нас И Привести В итоге К Высшему Блаженству Высшему Счастья Такое Как бы Ши Что Гранта Радшим Адвагутам Ки Джай Шилабрухпады Ки Джай Нитай Говор Приманан Дэ Гарри Во Спасибо Крамп Вам Поговоры Спасибо Крамп 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 Продолжение следует...